Количество детских домов в Павлодарской области за последние 30 лет уменьшилось на 70%. Соответственно, резко увеличилось количество желающих взять опеку над ребенком из детского дома. Подробнее расскажем в сюжете. Тихо, 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 не смесите меня. Вот она, настоящая радость. Иван, Максим, Мария и Карина покидают стены детского дома. Два брата и две сестры лишились отца, а в прошлом году и матери. Теперь опеку над ними взялась семья Богдановых. Отрадно, что приемные родители детей не разлучили. Конечно, и скучно без них будет, но придут другие дети. Милена жила в детском доме села Теренколь. В том же самом учреждении воспитателем работала Александра Пахандрина. Между женщиной и девочкой образовалась связь, и Милену удочерили. Сейчас они живут вместе. Сначала я делаю уроки, потом я хожу на волонтеры, помогаю родителям. Детский дом Теренколя недавно был закрыт. Подобных организаций в сельской местности больше нет. Ни один из более чем 50 педагогов не жаловался на безработицу. Детский дом освободился, все детки ушли. Из последних 24 детей 11 стали студентами. Это хорошо. Нам работа найдется. Хотим, чтобы не было сирот. Количество сирот в Прииртышхе уменьшилось. В прошлом году их было 70. В этом году за полтора месяца 7 детей отдали на патронатное воспитание. Сегодня есть 8 детских домов. 10 лет назад их было 19. Сейчас воспитываются 326 детей. Думаю, это количество уменьшится. Хороших людей, которые готовы взять опеку над детьми, становится все больше. Также в регионе есть специальная школа для желающих усыновить ребенка. В настоящее время здесь обучаются 116 человек. Ренат Абдулкаемов, Айеллы Мрахнижанова, Ертас Ахпарат.